Сразу несколько первомайских акций проходят сегодня в Нью-Йорке. На Юнион-сквер собрались сотни человек. Они выражают поддержку нелегальным мигрантам и выражают недовольство политикой Дональда Трампа. О том, почему тема защиты иммигрантов стала актуальной в Международный день труда, об этом расскажет Ксения Муштук. Объединяйтесь и сопротивляйтесь. По таким лозунгам в Нью-Йорке сегодня проходит 1 мая. День селедарности трудящихся в мегаполисе впервые за многие десятилетия отмечают с таким размахом. На десятки мидингов в разных частях города пришли, по разным данным, более трех тысяч человек. Причем свою поддержку горожане выражают трудящимся мигрантам и беженцам. Мне кажется, всем понятно, что указы Трампа плохо отразятся на жизни трудящихся, в том числе и на жизни иммигрантов. Поэтому сегодняшний праздник, День труда – хороший повод выйти на всеобщий протест. Основное требование митингующих – отставка действующего президента США Дональда Трампа. Его политика в отношении новых американцев, по мнению собравшихся, может привести к тому, что в стране просто некому будет работать. В качестве подтверждения этому демонстранты предлагали всем иммигрантам сегодня не выходить на работу. Ранее днем на митинг в районе Юнион-Сквер пришли сотни представителей этнических общин с США – сирийцы, пуарто-риканцы, мексиканцы. Второй популярности лозунг митингующих – «Жизнь каждого имеет значение». Я из Пуэрто-Рико, там сегодня тоже проходят марши. Для меня 1 мая – очень важный день. Мы должны показать, что мы все вместе, и мы можем противостоять несправедливости тех, кто берет на работу нелегалов за копейки, а потом выгоняет их из страны, если этого хочет кто-то важный. Мы все здесь мигранты. Эта страна не может двигаться вперед, если мы прекратим работать и сотрудничать друг с другом. Я здесь сегодня, потому что я никогда еще не ощущал такого давления власти на общество, на людей. Участники акции у Национальной библиотеки в Нью-Йорке обращались не к федеральным властям, а к руководству города. Они потребовали от мэрии защитить нелегальных мигрантов от рейдов, которые участились в последнее время. В наших общинах многие боятся, но мы надеемся, что граждане всей страны выйдут и скажут, так не должно быть в Соединенных Штатах. Вот почему этот день так важен. Мы не хотим быть в тени. Защитить мигрантов, в том числе и нелегальных, не раз обещал мэр Нью-Йорка Билл Деблазио. Сегодня он тоже принял участие в акции в финансовом районе Нью-Йорка. Этот город лучший город для иммигрантов. Мы сильны как никогда не потому, что боремся с иммигрантами, а потому, что здесь иммигранты. Есть много людей, которых не устраивает экономическая ситуация в США. И они винят во всем иммигрантов. Но знаете что? Ни один из иммигрантов не испортил нашу экономику так, как это сделали американские миллионеры. Мы здесь, чтобы показать свою силу и сказать, Дональд Трамп, ты можешь пытаться сделать все, что хочешь, но твои попытки не увенчаются успехом. Ну и добавлю, что многочисленные акции в честь 1 мая прошли и во многих американских городах, в том числе и в Вашингтоне, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. И весь день день солидарности трудящихся оказался днем солидарности противников нынешнего президента. Тени Муштук, Александр Бабаев, телекомпания RTVI, Нью-Йорк.